В начале совещания глава Андрей Шубин поздравил председателя Совета солдатских матерей Валентину Рожкову с юбилеем и вручил ей почетную грамоту. Наше муниципальное образование приняло участие в акции «Подари дерево». По результатам данного мероприятия муниципалитет вызвал 9300 кг макулатуры и в подарок получил дерево Сосна-Кедрова. В координации все указано. Данное дерево будет посвящено в городе Смоленске на аллее, которая будет посвящена нашему муниципальному образованию. Глава вручил сертификаты и благодарности председателю комитета по городскому хозяйству Марине Кулаковой и руководителю службы благоустройства Андрею Олейникову. Также он поздравил всех военнослужащих с Днем Национальной Гвардии. Служба Национальной Гвардии ответственная, почетная, петровная. Поэтому с праздником, уважаемые главнослужащие и ветераны. 29 марта в 10 часов утра состоится расширенное заседание. Сейчас депутаты городского совета, общественного совета, члены общественного совета, активные жители города по вопросам организации территориального общественного управления в нашем городе. Мы приглашаем всех желающих, всех жителей города. Будет интересно и, надеюсь, полезно. Глава отметил значимость этого мероприятия для наших горожан. Созданием территориального общественного управления у этой формы организации появляется очень много возможностей реализации больших планов, которые направлены непосредственно на свадьбу. В образовательных учреждениях завершается муниципальный этап для одаренных детей по проекту «Школа Росатома». Победителем муниципального этапа Метопредметной Олимпиады стала команда «Школа номер один». Она примет участие в финале, который пройдет с 17 по 20 апреля в городе Зеленогорск Красноярского окраина. Победителем муниципального этапа чемпионата по футболу для дошкольников стала команда «Детского сада «Васточка». И они примут участие в зональных играх в городе Новооруджи. И еще хотелось бы сказать о достойной победе учащейся 11 класса средней школы номер один Кузьмичевой Анастасии. Она стала победителем всероссийского конкурса «Мой первый бизнес». Ей была представлена инновация, разработка системы использования модуля МФС при обмене данными. Анастасия стала обладателем гранта в размере 500 тысяч рублей и участником форума «Россия – страна возможностей», который прошел в Москве с 12 по 16 марта. Со 2 апреля начинается призывная кампания. 35 десногорских ребят пойдут служить в российскую армию.